Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели, вновь после летнего перерыва в эфире в студии программы Культ Просвет. И в этом сезоне основная тема наших бесед и размышлений – это коллективная или культурная память латвийского общества. Мы все хорошо осведомлены о том, что война продолжается, этот ужас продолжается, и война эта опалила в разных степенях нас всех. Здесь, в Латвии, латвийское общество вновь увидело, насколько много трещин и разломов существует здесь, в латвийском обществе, в быту, на работе, в восприятии СМИ и информации. Именно поэтому на протяжении ближайших двух или трех месяцев мы попытаемся с вами вместе узнать, каково качество коллективной или культурной памяти, что мешает нам создавать общее памятийное пространство, что способствует этому созданию, какова роль политиков, СМИ, а также культурного пространства. Именно поэтому сегодня мы начинаем наш новый сезон и наш цикл бесед с Евгенией Шерменевой, режиссером, театральным критиком, а также ведущей программы здесь, на Радио Болтком, без антракта. Евгения сегодня подключилась к нам в формате Зума. Здравствуй. Здравствуй, Денис. Здравствуйте, слушатели Радио Болтком. Хорошо ли ты нас слышишь? Со связью все в порядке. В порядке, да, все в порядке. Уважаемые радиослушатели, как всегда, вы неотъемлемая часть нашей программы, нашей дискуссии, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь по телефонам прямого эфира. Телефоны следующие. 6721-2939 и 6721-3939. А также, пожалуйста, присылайте свои комментарии и размышления на номер в WhatsApp и SMS по телефону 206191. Также наши коллеги просят обязательно напомнить, что мнение редакции может не совпадать с мнением гостей в студии. Итак, я хотел бы прежде всего начать с того, что очень коротко описал бы новую идею и инициативу Института Гёте. Это культурная институция Германии, которая на протяжении многих десятилетий поддерживает и межкультурный диалог в Европе, а также поддерживает проекты, которые связаны с развитием культурного пространства и в Латвии, с популяризацией немецкой культуры, а также реагирует на темы, которые важны нам всем европейцам. В том числе и тема культурной памяти является одним из проектов этого института. И вот совсем недавно Институт Гёте в Латвии начал новый проект под названием «Общая память для мирного будущего». И этот проект проводится как часть цикла мероприятий, которые финансируются Федеративной Республикой Германия из дополнительных средств бюджета 2022 года для уменьшения последствий агрессивной войны России в Украине. Довольно длительное и объемное название, но так или иначе в рамках этого проекта сегодня мы встречаемся с Евгением для того, чтобы поговорить на тему ее собственной идеи, ее проекта под названием «Театр эпохи остановленной памяти». Такова была, я понимаю, предварительная версия названия. Может быть, начнем с того, как бы мы могли объяснить нашим радиослушателям понятие остановленной памяти. Кто остановил? Остановилась сама? Кто прервал? При каких обстоятельствах? Может быть, ты могла бы кратко описать саму идею создания этого проекта? Ну, для меня проект, который связан с современной драматургией, а это будет как раз проект, связанный с современной драматургией двух стран, Белоруссии и Украины, он, в общем, никогда не прерывался, потому что на протяжении последних лет я очень много сделала разных читок и читок и современной российской драматургии. То, что было создано в России два с половиной года назад, например, когда тоже очень многие сомневались в том, как будет театр реагировать на ситуацию пандемии, молодыми драматургами, ну, не только молодыми, разными драматургами в России были написаны короткие пьесы, посвященные ситуации пандемии. Они были как реакция, очень быстрая реакция на то, что происходило весной 2020 года, написаны были в течение лета 2020 года. Это был большой проект, организованный Американским культурным центром, и мы сделали такие читки тоже на русском языке. Здесь видеоверсии, потому что театры не работали в условиях пандемии 2020 года, практически ничего невозможно было делать на публику, поэтому мы сделали такие видеоверсии коротких 20-15-20-минутных пьес. Это был такой балтийский кейс на эти темы, и делали это актёры и режиссёры из трёх стран – Эстонии, Латвии и Литвы. И потом мы тоже читали очень много разных пьес, связанных как раз с изучением памяти, например, в конце 2020 года. Почему я хочу об этом сейчас сказать, эту длинную историю? Для того, чтобы понять, что для меня вообще является современная драматургия. И она, мне кажется, одна из самых точных отражений переживаний эмоциональных человеков в сложных условиях, ну, как бы в ситуации сегодняшнего дня. И в конце 2020 года мы, например, сделали тоже большую международную читку с участием актёров из Израиля, Болгарии, Украины и Беларуси тоже, и России, и Латвии. Вот несколько стран я собрала актёров, и мы прочитали пьесу, документальная пьеса, которая была написана таким журналистом, литературоведом, исследователем как раз вопросов памяти, в культуре, человеком, который долгое время курировал вопросы театральной программы в Сахаровском центре в Москве, Михаилом Калужским, он сейчас живёт и работает в Берлине, он написал в своё время по итогам своих поездок в Нагорный Карабах, в Армению, Азербайджан, потом как раз в ситуации 2014 года в Украине, в ситуации разборов между людьми в Палестине и в Израиле. То есть это были длинные-длинные его, вдоль всей его жизни, вот такие вот поездки, изучения людей, разговоров с людьми о том, как межнациональные конфликты встают между близкими и родными. И эта пьеса, мне кажется, она сейчас, конечно, выглядит совсем иначе, и слушается её текст совсем иначе, но тогда, когда мы её читали, вот почти уже два года назад, это был декабрь, конец ноября, декабрь 2020 года, в ней принимали участие актёры вот из разных стран, и мы говорили об этих межнациональных, межрелигиозных, этнических конфликтах и о том, как люди либо прекращают отношения, либо находят выход из этих сложных ситуаций. Вот мне кажется, это один из самых интересных текстов сегодня, который хочется переслушивать. Ну и после этого тоже у меня были работы и в прошлом году, и в этом году, связанные с современной драматургией. В прошлом году мы перевели три пьесы на латышский язык, пьесы белорусских авторов, сделали читки, и мне кажется, это очень интересная была работа, потому что в ней принимали участие разные очень актёры, и Лейпайский театр сделал одну читку. И вообще, мне кажется, очень хорошо знать то, как развивается современная драматургия в пространстве рядом с нами. Потому что и в Белоруссии, и в Украине, ну и в России, конечно, тоже современная драматургия является огромной частью, огромной частью культурного пространства, и театрального, конечно, тоже. Потому что мне кажется, что драматурги, люди, которые пишут для театра, они настолько точно улавливают какие-то эмоциональные волны, переживания людей в современных обстоятельствах, и умеют это обнаруживать потом и проявлять это всё через свои тексты. Да, талантливые люди, конечно, делают это ещё талантливо. Что мы сами, может быть, не умеем так точно и внятно передать, как это можно передать театральным языком. Но современная драматургия и в Белоруссии, и в Украине, и в России есть также и часть политического пространства. Потому что культура – это всегда часть политики, потому что она находится как бы в недрах общества. Таким образом, я полагаю, что пьесы тоже подвергаются влиянию, скажем, доминирующего политического дискурса, а также пьесы можно запретить, и пьесы можно каким-то образом принудить покинуть сцену. Скажи, пожалуйста, может быть, ты могла бы покомментировать немного и этот аспект, драма, которую преследуют? Ну, это, знаете, я бы сказала так, что драма становится преследуемой, когда она заходит на территорию, она не может заходить на какую-то запретную территорию. Эту запретную территорию как раз определяют политики и власть. То есть драма-то может существовать на любой территории, может говорить о любых вопросах и проблемах. Но то, как реагирует на эту власть, то, как власть ограничивает, цензурирует это пространство, вот тогда начинаются, как ты говоришь, политические конфликты в культуре. Или же они провоцируются политиками, эти конфликты в культуре. А вообще-то они, конечно, происходят на территории общества, не столько государства, сколько общества. Но мне кажется, тут вопрос как раз именно в этом, когда драматург говорит о том, что важно для него, то, что ранит его, то, о чем он переживает. Он, конечно же, таким образом очень точно и ярко формулирует те социальные и политические вопросы, которые возникают в этот момент в обществе, в котором он находится. И в этот момент, если он живет на территории какой-то страны, где правит определенного рода режим, где правит определенного образа диктатура, автократия, не знаю, там, разные насильственные, принуждающие людей к определенному образу жизни, способы управления государством, таким образом он становится, ну, как бы сказать, фигурой нон-грата в этом государстве. Так, как случилось, например, с Иваном Ворыпаевым, который живет, конечно, вне пределов России, но все его спектакли в Российской Федерации теперь запрещены, потому что он четко и ясно высказался по поводу того, что происходит, какая война ведется России против Украины и ведет огромную большую свою волонтерскую работу в Польше. И все его спектакли на территории Российской Федерации теперь не играются, как бы в наказании ему за то, что он вот высказал определенную позицию. То же самое происходит с другими драматургами в России. И очень многие драматурги, например, находятся в Белоруссии сейчас, находятся в ситуации отсутствия в культурном пространстве, даже если они живут на территории своей страны. Их просто запрещают к показу, их запрещают к постановкам, их спектакли невозможно играть, невозможно смотреть. И их пьесы, которые они пишут, они могут быть прочитаны или поставлены только вне пределов Беларуси. Напомним, что ты поставила здесь в Риге, в мемориале Липке, одну из пьес Ивана Вырыпаева «Солнечная линия», да? Угу. И я понимаю, что, в принципе, твой сезон и открывается в ближайшие дни этой постановкой. В понедельник, да. В понедельник. «Солнечная линия» играет первый спектакль в этом сезоне «Солнечную линию» на русском языке. У нас есть планы теперь играть ее еще на латышском, но мы хотим сохранить спектакль на русском языке, потому что, наверное, это единственный спектакль на восточной, вообще может быть, я не знаю, я не говорю про Америку, но на территории вот сейчас единственный спектакль, который идет на русском языке, пьесы Ивана Вырыпаева. Если мы говорим о темах памяти в современной российской, украинской и белорусской драматургии, ведь наверняка эти темы и разнятся, и в то же время есть какие-то пересечения. Может быть, если бы мы составили некоторый краткий список тем именно в области коллективной памяти, о чем вспоминают, какие даты, события, люди, пространство? Ну, знаешь, мне кажется, что сама фиксация сегодняшнего дня, она же в любой момент, ну, как бы она уже в следующий день становится уже историей, она уже в следующий день переходит в понятие памяти. Если драматург пишет о сегодняшнем дне, а написание пьесы у него занимает какое-то определенное время, то в момент, когда эта пьеса доходит до слушателя хотя бы, да, а потом уже до зрителя это проходит какое-то определенное время, то мы все равно можем сказать, что эта пьеса, она является частью той памяти человечества, которая уже является прошедшим этапом. Мы не говорим о том, что происходит сегодня, мы говорим, все равно это отложенный результат. Если мы говорим про документальное кино, это еще более отложенный результат, а театр – это тоже отложенный результат. Хотя театр на самом деле одно из тех видов искусства, которое может реагировать довольно реактивно на события, да, там между событием и спектаклем может пройти там два-три месяца, ну, если это быстрая какая-то реакция. Какие темы? Ну, мне кажется, тема всегда для театра одна, это тема соотношения человека и общества. Я, скорее всего, имел в виду какие-то конкретные события или личности 20-го столетия, ведь нередко мы все еще, как мне кажется, живем в 20-м веке, он все еще не отпускает нас. Ну, не знаю, я не могу с тобой так согласиться. Мне кажется, что вот как раз, когда касается тема современной драматургии, она очень точно живет сегодняшним днем, она очень точно реагирует на проблемы сегодняшнего дня. Другое дело, что проблемы, в которых мы живем, являются часто нашей реакцией на то, что было недорешено в 20-м веке. Очень часто то, во что мы попадаем сейчас, является реакцией, какой-то отложенной реакцией на события 20-го века. Ну вот мы прочитали недавно, в июне месяце, тоже с актерами из трех разных стран, пьесу Миши Дурненкова «День Победы». И мне кажется, это как раз пьеса, она и есть о том, что как люди сейчас реагируют на измененное понимание праздника Дня Победы и каким он был в 20-м веке, и какие очертания он приобрел сейчас, этот праздник, и как люди, имеющие власть, имеющие деньги, манипулируют человеческими чувствами. Вот об этом была пьеса. Если мы возвращаемся к идее нового проекта этой осени, театр эпохи остановленной памяти, может быть, вернемся еще раз к названию, по крайней мере, если это рабочая версия. Остановить и прервать память, конечно, можно насильно, какой-то государственной политикой, инструментами преследования, можно уничтожить текст, можно запретить его читать и так далее. Но человеческая память, ведь она как вода, она может просочиться сквозь самые-самые маленькие трещины и все-таки сохраниться. А почему тебе показалось важным участвовать в этом проекте? Почему ты решилась потратить свое время, усилия подключить актеров, режиссеров, драматургов к этой теме? Ну, в первую очередь, потому что для меня вообще, вот когда я сюда приехала и стала здесь работать, для меня работа с современными текстами, она является одним из основных направлений. Мне кажется, это очень важно, говорить в театре о сегодняшнем дне. И как раз моя гордость в том, что у меня есть и знакомые, и какие-то друзья, и близкие мне люди, которые занимаются современной драматургией в России, в Украине и в Беларуси. И то, что я знаю и люблю эту современную драматургию, и понимаю людей, которые, и знаю людей, которые ей занимаются, оно мне дает такую немножко фору, может быть в работе с этими текстами. И мне кажется, что вот как раз преодоление, то в каком состоянии, я сама себя иногда ловлю на протяжении этих последних шести месяцев, уже с лишним шести месяцев, конечно, это всё равно какое-то оцепенение, несмотря на всю активность, которую я себе позволяю вести, да, мой активный образ жизни в моей профессии, в творчестве, которым я занимаюсь. Потому что я не могу сказать, что я как-то остановилась вообще в работе. Но ощущение, что за эти шесть месяцев я как-то не позволяю себе глубоко думать о том, что я делаю, и всё равно это как-то идёт вторым слоем на фоне того новостного потока, который, конечно, я ловлю и за которым я слежу в связи с войной в Украине. Мне кажется, что мы все оказались в какой-то такой ситуации, что как будто бы вот наша текущая какая-то, текущая наша эмоциональность и память, и всё, то, в каком состоянии мы привыкли жить, оно остановилось 24 февраля и ждёт какой-то новой, ну, какого-то времени, когда как будто бы всё вернётся в привычное русло. Хотя понятно всем, что оно в привычное русло в полном объёме, конечно, не вернётся, это всё равно будет какой-то другой мир. Но как раз драматургия, мне кажется, для меня, во всяком случае, она мне помогает протянуть эту цепочку. Между вот той остановкой и будущим, да, и как бы закинуть свой взгляд в будущее, потому что драматургия, театр, он всё-таки строит новый мир, который ты можешь всегда воспринимать сам как проекцию реальности, который тебе помогает в этой ситуации выживать. Вот это то, та психологическая ответственность, ответственность театра с точки зрения психологической разгрузки людей, которая, мне кажется, очень важна. Они много говорят в последние годы, что театр является очень таким удобным видом искусства, где люди проходят коллективные переживания, коллективные эмоциональные какие-то всплески и реакции, и театр помогает ответить на какие-то вопросы, которые в тебе живут, и на которые ты сам не можешь ответить, но ты приходишь на спектакль, ты слушаешь театральный текст, ты видишь спектакль, актёров, и в какой-то момент там может сложиться ситуация, которая просто тебе поможет понять, что происходит с тобой. Мы ещё вернёмся в рамках сегодняшнего разговора к самому проекту, но сейчас я на время хотел бы, может быть, отдалиться и немножко уйти в более абстрактную тему. После того, как война закончится, и, собственно говоря, уже с первых часов начала войны, началась также помятийная деятельность, то есть мы уже вспоминаем первый час, первые сутки, первый месяц, теперь уже первое полугодие, и так или иначе, даже после окончания войны она может продолжиться в памяти людей, если мы прямо сейчас не начнём создавать какие-то принципы всё-таки общего воспоминания о войне, чтобы она не продолжалась в нашем сознании, а чтобы мы могли её действительно закончить. И мы знаем, что особенно для Балтийских стран актуальна идея того, что Вторая мировая война всё ещё не закончилась в травмах людей, в их мышлении, в их памяти. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, каким образом мы могли бы после окончания войны создавать общее помятийное пространство, пространство, в котором украинская культура и русская, российская культура могли бы найти всё-таки общие точки для того, чтобы создавать мир после войны, потому что иначе тогда война будет длиться вечно. Это тяжелейшее задание и очень тяжёлый вопрос, но скажи, каким образом здесь драматургия могла бы помочь? Ну, знаешь, во-первых, я не согласна со словом общий. Мне кажется, что сейчас, нынешнее время, оно очень индивидуализирует людей. И вот любое обобщение, оно приводит, как раз отбрасывает нас, мне кажется, к каким-то понятиям 20-го века. Я не имел в виду общий как обязательный, как, скажем, что-то, что для всех обязательно. Я хочу с тобой вот на эту тему как раз тоже поговорить, потому что она для меня очень важна. Мне кажется, любые обобщения сейчас, они очень опасны, и как раз культура, она существует в очень дискретном пространстве. То есть есть, у людей есть отдельные вкусы, отдельные направления, отдельные жанры, разные виды искусства, ну, там, да, визуальное, перформативное, музыкальное, литературное, ну, очень много, вербальное, да, мы можем говорить о том, что каждый может найти свою нишу. И мне кажется, что чтобы сформировать что-то общее, нужно сначала шаг за шагом строить вот эти вот индивидуальные связи и сохранять эти индивидуальные связи. То есть понимать, что каждый человек особенный, и каждая отдельная личность особенная, и каждый отдельный художник особенный, и вот эта вот отмена, которая происходит сразу всё, она всё равно натыкается на то, что начинают делать люди исключения. То есть мы отменяем всё, но за исключением чего-то. Но когда мы понимаем, что существует исключение, мы сразу начинаем говорить о том, о какие критерии, да, о какие критерии исключения, и это тянет за собой понимание того, что исключений гораздо больше, чем правил. И мне кажется, театр в этом отношении и драматургические тексты в этом отношении, они как раз и говорят об этих исключениях больше, чем о правилах. И если мы начнём понимать, что исключения являются такой же частью жизни нашей, как и правила, и если мы начнём понимать вот эту исключительность исключений и ценить их, и ценить людей, которые выпадают из общего, то тогда, мне кажется, эти выпадающие из общего люди потом и создадут большинство и сформируют это общее новое. Я с тобой согласен. Я действительно не говорил о каком-то обязательном пространстве, что сейчас нам расскажут, как правильно всем обязательно и одинаково вспоминать. И я согласен, что особенно в Восточной Европе очень важна ценность индивидуального, альтернативного, того, что является либо нонконформизмом, либо чем-то, что говорит просто создание многоголосия. Так получается, что мы действительно опять хотим создать такую сильную хоровую структуру, где индивидуальный солист почти не слышен. С другой стороны, на основе того, что происходило летом, вернее, отсутствие дискуссии о судьбе памятника советским солдатам, как мне показалось, это было довольно некачественно и некачественный процесс именно в том смысле, что многоголосие было заглушено тем, что нужно было очень быстро все это сделать и поставить точку. В то же время, это довольно наивное представление о том, что с исчезновением блоков, бетонов в центре города разрешатся длительные наболевшие проблемы, например, отсутствие действительно диалога памяти. Я согласен с тобой в том смысле, что очень важно иметь способность услышать другого. Это не произошло летом, и это мгновение, когда памятник упал, с ним не исчезли все наши длительные накопившиеся проблемы, и политическая элита, по сути дела, последовала, мне кажется, довольно старому советскому алгоритму запретить, взорвать, уничтожить, засыпать, и чтобы никто не вспомнил. Но память все равно будет возвращаться. Я вот вид, что этого не было, да? Да. И мы хорошо знаем, что и устная народная творчество говорит о том, что свято место, пусто не бывает, что мы всегда вернемся туда, где что-то потеряно, или что-то, что у нас отобрали. Именно поэтому, мне кажется, что вместо того, чтобы переформатировать этот памятник, мы просто быстро-быстро и так как-то очень, скажем, с некоторой такой энергией и радостью уничтожили это пространство, вместо того, чтобы, дать ему новые значения или добавить новых текстов. Скажи, пожалуйста, если мы говорим о твоем проекте, какова главная функция тех пьес, которые ты отобрала? А потом уже поговорим о конкретном, условно говоря, репертуаре. Ну, ты знаешь, я могу тебе сказать, что любая пьеса, она существует еще в контексте, и поэтому мой отбор, он существовал именно так. Он скорее был не по текстам пьес, а по персонам тех людей, с которыми мне бы хотелось познакомить Ригу и театр, латышский театр, чем мы будем заниматься, и зрителей. Мне кажется, для меня всегда очень важно в драматургии это персона автора. Я понимаю, что могут быть любые неожиданности, и когда появился там Иван Ворыпаев, его первый текст, никто не знал, кто такой Ворыпаев, и тут текст первым заявил об авторе, да, но тем не менее, мне кажется, сейчас в ситуации, в которой находится и Беларусь, которая другим образом, но тоже находится абсолютно под насильным влиянием России. Мы понимаем это все прекрасно, что все, что происходит в Беларуси, все то завертывание гаек и жестокость, с которой все это происходит, и до сих пор арестовывают людей, и сажают людей на долгие сроки, и сажают очень многих, кстати, людей из культуры, и выдворяют из страны, выжимают из страны людей очень многих интересных, глубоких и умных. Это же тоже происходит только при помощи российской власти, потому что без нее не было бы на это ни возможности, ни ресурсов. Да, Беларусь, по сути, стала некоторой политической колонией нынешнего режима Путина. Да, да, и колония, над которой все время висит такой, в общем, символ жестокости, возможности будущего подавления, если вдруг что-то случится. Мы все это тоже прекрасно понимаем. И вот в Беларуси, мне кажется, для меня было важно как раз рассказать о человеке, его зовут... Давай я сразу скажу. Да, конечно, я думаю, пришло время рассказать конкретных авторов. Дмитрий Богославский, который является уже давно лидером движения современной драматургии и современного театра в Беларуси, который долгие годы работает в центре белорусской драматургии, который, кстати, говорит не только о современном тексте, но и сохраняет, и осмысляет тексты, написанные на белорусском языке долгие годы. Ну, то есть, это вообще такой центр, который занимается белорусской драматургией вообще, да, невзирая там на сегодняшность или на историчность. И Дмитрий, он сам, сам как режиссер, очень много делает и ставит, и пьесы его очень востребованы, они очень интересные, они написаны хорошим языком, языком, который понятен, и его эмоции в пьесах всегда очень точны, я бы сказала. Вот мне показалось, что тут важно как раз сказать про Диму и про его работу, и про то, чем он вообще занимается долгие годы, и про то, что к нему, знаешь, как к нему подстраиваются люди, вокруг него есть какое-то такое очень хорошее сообщество молодых людей, которые занимаются современным театром в Беларуси. Какой текст ты предложишь латвийскому зрителю? Ты знаешь, мы сейчас рассматриваем два текста его. Один, который он написал вот в 20-м году, и он был показан, он был показан в России тоже уже, прочитан. Сейчас я скажу, извини. Два текста мы с ним готовили и делали. Сейчас, извини, пожалуйста, меня тут отвлекают. Извините, пожалуйста, слушатели, мне постоянно пишут какие-то люди. Мы в зум-пространстве, поэтому, да, со всех сторон всевозможные сигналы, импульсы и задачи. Мне приходится писать, что я не могу сейчас ответить, извините. Один текст называется «Катапульта». Демен текст, который, мне кажется, очень интересным. Это текст 20-го года. Это о взаимоотношениях людей, собственно, ну, как у него всегда. Вот, может быть, вы слышали, его пьеса была такая. Сейчас. И второй текст, который называется «Точки на временной оси». Он чуть раньше, это 16-й год. Но он тоже очень-очень интересный, потому что его и структура, и повествование в этой пьесе, мне кажется, очень необычным и глубоким. Когда-то здесь, в Риге, гастролировал театр Маяковского со спектаклем «Любовь людей». Это тоже пьеса Димы Богославского. Она была поставлена Никитой Кобелевым. И это был один из самых успешных спектаклей в театре Маяковского, один из самых востребованных. Вот он здесь был когда-то на «Золотой маске». Тоже году в 18-м или в 17-м его показывали, я не помню, довольно давно. Но он был очень хороший. И тоже вот про отношения между людьми. Он всегда как-то из частного рисует картину общего. И вот в его частных каких-то диалогах, монологах настолько чувствуется всё, в чём люди живут. Вот это его качество, умение передать, ну как у любого драматурга, да, ты говоришь вроде бы о частных людях, а вокруг происходит что-то, что ты просто ощущаешь через его текст. В нашем распоряжении, как показывает мне система Zoom, осталось около шести минут, поэтому я хотел спросить тебя о формате этого проекта. Читка... А можно я скажу про второго? Да, конечно, конечно. Это Андрей Бондаренко, это украинский драматург, очень известный из Львова. И сейчас, вот последние шесть месяцев, как раз Андрей является одним из тех людей, которые по всей Европе ставят свои... как бы читают их пьесы, их тексты. Он является одним из лидеров театра драматурга в Киеве, с которым, мне кажется, у которого большие перспективы. Этот театр был создан несколькими драматургами украинскими. Они нашли помещение осенью прошлого года, начали делать там ремонт, открытие должно было состояться в середине марта этого года, как раз с постановкой пьесы Десефенада, которую я бы очень хотела перевести на латышский язык и включить ее в наш проект. Эта пьеса не связана с войной, эта пьеса тоже о взаимоотношениях людей, но она как раз, как он ее называет, это моя последняя мирная пьеса. Это то, о чем, если возвращаясь к нашему названию, это там, где произошла остановка. После февраля 2022 года практически все украинские драматурги пишут истории, связанные, конечно, с войной. И я думаю, что когда будет потом возможность, вероятно, собрать и посмотреть все, что было создано авторами даже за эти полгода, вот эти шесть месяцев войны, мы увидим очень много интересного. Извини, я просто скажу, что в сентябре в Национальном театре будет премьера пьесы «Собачий дом» драматурга Марины Смеленец. Так вот, Марина сейчас написала большую документальную пьесу, разговаривая с людьми, которые пережили оккупацию, вот эту короткую мартовскую оккупацию в Киевской области, в Буче, в Рапине, в городах этих маленьких вокруг. Она разговаривала с людьми и по разговорам с ними написала большую пьесу о том, как выжить в условиях оккупации. Драматург Людмила Тимошенко, например, вместе с художниками украинскими и с другими драматургами, но она как одна из лидеров, они написали пьесу и сделали к ней иллюстрации. Это как растения и деревья отражаются в оружии. Мы все знаем бук, и все слышали про это орудие убийства. И как орудие убийства переплетаются, и они написали монологи от имени каждого такого названия. Ясень, бук, дуб, береза, ольха. Они присвоили и придумали, как это может быть, как природу соединить с уничтожением. Извини, что я немножко ушла в другую сторону. Нет, все хорошо. В нашем распоряжении есть еще 3,5 минуты, поэтому я хотел бы очень коротко попросить тебя упомянуть о жанре. Читка, ведь это тоже постановка, но ведь это же восприятие текста меняется. Это такая установка light. Да. Установка light, я бы сказала. Как меняется восприятие текста, по-твоему? Ты знаешь, оно, мне кажется, дает возможность зрителю слушать, я не знаю, даже трудно сказать, слушатель это или зритель, включить больше свое воображение и придумать самому себе то пространство, в котором происходит то, что мы слышим. Но при этом индивидуализировано через актеров доведение текста, потому что у каждого будет своя роль, конечно же, это не просто читка от автора какая-то подряд. Все-таки актеры дают какие-то свои характеры, какие-то интонации присоединяют. Для читки все равно нужен режиссерский разбор. То есть он не такой глубокий, как для спектакля, но предварительный разбор отношений между людьми, выстраивание каких-то партнерских или, наоборот, каких-то отдаленных связей, он все равно должен быть. И ситуация в каждой сцене, которая прописана драматургом, все равно режиссер ее прорабатывает и пытается найти какие-то точки важные даже во время читки. Единственное облегчение, что, конечно, актеры текст не учат, а читают его с листа. И это не разбор по мизансценам, это не разбор по пространству. Это тот первый уровень. Все равно в любом случае в театре все проходят этот уровень читок. Прежде чем делать пьесу, люди собираются, актеры, и читают эту пьесу по ролям. Собственно, это история, когда зритель допускается на вот этот самый первый разбор. Читкой встреча со зрителем не закончится. После читки будет еще что-то. Да, я думаю, что... Во-первых, я очень надеюсь, что мы привезем и Андрея, и Дмитрия в Ригу, потому что, мне кажется, они такие люди, с которыми просто интересно даже поговорить не вне в привязке к тому тексту, который мы будем читать, а вообще о театре и о его развитии. Но, конечно, мы же зададим вопросы о том, что для них эти пьесы, и какая может быть у них дальнейшая жизнь, судьба. Знаешь, что там еще интересное может быть очень? Как латышские актеры на латышском языке прочитывают ситуации, написанные людьми, находящимися в других обстоятельствах. Тем самым и актеры тоже продолжат участие в читке, условно говоря, во время встречи со зрителями. Для автора очень важно услышать другие интонации и увидеть другое восприятие его текста. Как пьеса живет в другом языковом пространстве. Да, да, да. Это очень важная вещь, понимаешь? Менее минуты у нас осталось. Скажи, пожалуйста, где проект будет происходить? Где будет сцена? Это будет в театре на улице Гертрудес. Это конец октября, начало ноября. Хорошо, благодарю. На этом мы закончим сегодняшнюю нашу беседу. Напомню, в гостях у нас была Евгения Шерменева, режиссер, театральный критик и ведущая программы на радио «Болтком» «Без антракта». Большое тебе спасибо и хороших тебе выходных. Благодарю также вас, уважаемые радиослушатели, за то, что внимательно нас слушали. Напоминаю, мы сегодня беседовали на тему проекта «Общая память для мирного будущего», проекта «Института Гёта». И на следующей неделе мы продолжим нашу дискуссию на тему коллективной памяти. Мой коллега, звукорежиссер Евгений Копеин обеспечил сегодня техническую сторону нашего эфира. Добрых вам выходных и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова